Наконец-то уже в уход. Мы дурачились до этого всё время, блин. А теперь наконец-то, ну полноценно, давай. Здесь, дорогие друзья, с вами Сноу, Косян Псона Чёрная. И мы продолжаем проходить челлендж Юный Беглец. Итак, напоминаю, что в предыдущей серии случилось... Наконец-то долгожданное воссоединение с семьёй. Наша прекрасная Амандочка наконец-то увиделась с родителями. И самое главное, что она действительно помирилась с ними. Ну, а, соответственно, со Стефом, в принципе, всё было бы замечательно. Правда, куда-то он пропал потом, и я до сих пор не понимаю, куда он пропал. Потому что, хотя, несключительно, что, судя по всему, действительно его засмущал именно... Скорее всего, он не подозревал, что наша прекрасная Амандочка, оказывается, дочка, понимаете ли, относительно влиятельных людей, да? То есть, как бы, живёт, можно реально сказать, в таком особнячке. Вот. Ну, как ни странно, как ни странно, конечно же, Аманда просто, она отказалась от этой помощи родителей. Вот. И, как говорится, вернулась вот этот свой дом, своё вот это гнездо, которое сейчас мы с вами, мои хорошие, строим. Вот. И решила продолжать, соответственно, таким образом рассказывать свою историю. Строить, можно сказать, таким образом свою личную жизнь. Вообще свою жизнь. Вот. Ну что ж, мои хорошие, продолжаем играть. Конечно же, нам нужно сейчас устроить день рождения, да, и немножко заработать денежек на него. В принципе, для устроения, по-моему, устраивания дня рождения нужно 100, если я правильно помню. Поэтому, в принципе, 100-то у нас есть, но я всё равно размножу лягушек, потому что меня это, блин, жуть как прёт. Эти размножать лягушки. Лягушки, лягушки, лягушки. Также мы выловили с вами вот это жвачное растение. Я не знаю, нафиг оно мне нужно. Честно говоря, я не очень люблю это растение. Вообще его ненавижу. Я сразу вам скажу. Это как вот оно только появилось в серии в лидейке Sims. Я его так вот, не знаю, недолюбливаю. Правда, имеет смысл, конечно, если на нём основан челлендж или ещё что-то в этом родце. А так, конечно, сажать его не вижу абсолютно смысла. Так, это мы сюда. Ух ты! Что, собственно, я и подозревала. Итак, времени у нас, как говорится, нету. Ладно, что же ты с этим поделаешь? Давай приготовим мой прекрасный, я думаю, тортик. Хотя, ладно. Нет, нет, давайте всё-таки приготовим с вами тортик. Вот, допустим. Я думаю, тебе будет соответствовать наш розовый тортик. А у нас навыка не хватает. Что же ты с этим поделаешь? Ладно, давай с тобой приготовим шоколадный тортик. Вот, я хочу шоколадный тортик. Вот, приготовим, сделаем с тобой шоколадный тортик. А потом как раз позвоним и... Голод? О боже ты мой! А почему это у тебя такой голод-то стал? Я просто думала сначала, что такой подобный мудлет голода появляется сразу у персонажа. Например, обжор. То, что они вот реально вот хотят прям вот сейчас буквально есть. Так, давай-давай-давай, моя хорошая. Ух ты! Успеваем из школы. Мы с вами прогульшимся. Итак, моя прекрасная, забираем это. Забираем. Так, положить, добавить свечей на торт. Свечки. Свечки, свечки, свечки. И кладём в багаж. А теперь звоним с тобой, моя прекрасная. И заказываем общественное мероприятие. Планируем, точнее говоря. Планируем. Ну. Трам-пам-пам. Так, замечательно, замечательно. День рождения. Вот, отлично. Каждый же именинник у нас будет Аманда. Гости. Ну, как говорится, все остальные. Да, мы их тоже пригласим. Почему бы нет? О, у нас как раз. Как раз подходит, правда. Раз, два, три, четыре. Ой, как-то не очень много гостей. Но как бы то ни было, подходит. Так, кто у нас будет поставщиком? Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Боб Панкейк. И жу они даже есть. Вау. Даже есть вот эти. Кто бы мог подумать. Подождите, а почему это они могут работать поставщиками? У них прокачан навык кулинарии. Нифига себе. Нифига себе. Вот этого точно не жена. Пускай тогда жена будет этого, начальника полиции. Да. Так, кто будет бармен... У эти тоже прокачаны, да? Нифига себе. Начальник полиции заказать барменов, да? Капец. Ладно, пускай этот Джон будет эпик. А исполнителем будет начальник полиции. О, боже мой, почему меня выносят? Ладно, ладно, сейчас я найду это место. Где это, господи? Куда же... Куда я это делаю-то? Как он называется-то, вот это место? Вот, короче. Просто здесь он почему-то, как бы, когда ставишь его через управление городом, название меняется. Что же ты с этим поделаешь? А что, мы там не можем справить, что ли? Макгрегор, Ларсен Готт. Чего? Я не могу там справить день рождения, что, правда, что ли? Почему? Блин. Пиратская бухта. Ну что, издеваетесь, да? Справлять день рождения в пиратской бухте? Блин, а, коктейль-бар. Коктейль-бар, блин. Это явно не детское заведение. Ну, это тоже, между прочим, не очень детское заведение, но как бы то ни было. Блин, я так хотела в Симбаксе. Потому что там рядышком тоже, как бы, кафе стояло. Ну ладно, что же ты совсем поделаешь? Давайте, правда, вот в этом... Отметим вот в этом новом заведении, вот. А вот мы с вами на месте. Ух ты, какая интересная компания. А, наша Амандочка приоделась? Ух ты, как здорово. А где Стэв? Сэм, зараза, ты где? Сэм, начиная, правда, думать о том, что он начинает нас страшным образом просто избегать. Потому что он понял, что мы с вами далеко непростые такие девушки. Так, нам нужно, конечно же, пообщаться, приготовить блюдо несколько персон. Несколько персонажей слушают музыку одновременно. Персонаж играет в одно и то же время. Ну, сори. Тут, по-моему, кстати говоря, нет этого. А ты, нет, наверху карты есть. Точно. Так что это очень кульное место для того, чтобы здесь провести время. Стэв, твоя сестра здесь, а ты сам где? Ё-моё. Ох, какой мужчина, а. Прям бегать за ним приходится. Что ж ты прям поделаешь, а? Никогда бы не подумала, что... Ну, как говорится, ладно. Как говорится, да. Хочешь нормального мужика, придется побегать за ним, да? А ты кто? Ты не то. Ты тоже не то. И ты не то. Эпик. Просто эпик. А, понятно. Вот они, вот эти бармены. А, так понятно. Здесь тоже бармен стоит. А то раньше как-то проблемно было. По-моему, два бармена на участке и не было двух барменов на участке. Или вы хотите сказать, что их нету, да? Пусть персонажи играют в одно и то же время. Пусть несколько персон слушают музыку. Я думаю, они и без меня музыку послушают, если уж на то пошло. Вот. Сейчас, конечно же, самая главная задача состоит в том... Состоит в том, чтобы нам как-то собрать компанию и справить этот замечательный день рождения. Куда бы тортик поставить? Давайте, кстати, говоря правду, давайте здесь справим. Здесь очень такое, в принципе, очень хорошее место для того, чтобы подойти вот так вот. Заказать, можно сказать, столик прямо. Мы прекрасны. Мы не будем никуда, ничего, никого пить. Давай, подойдем сюда и сделаем, празднуем, например, сначала. А потом сделаем с тобой заточь свечки. Ура! Я думаю, что все-таки нам стоит приодеться в обычную одежду, потому что это как-то выглядит еще хуже. Совсем тяжелый случай. Ты моя прекрасная мандочка, боже мой, боже мой. Ну ладно, мы, конечно, тут... Блин, я зачем деньги платила? Вот объясните мне, где те, кто должен меня поздравлять? Сделать персонажа старше. Я знаю. Ты обязан быть здесь. Его нету. Его, блин, нету. Стеф, зараза, я же сказала, тебе нету. Ну где ты? Пригласить сюда? А ну подсюды. Подождите, я же вроде нажала на него. Или я что, не выбрала, что ли, серьезно? Стеф уже здесь. Стеф, понял? Понял намек, а? Стеф уже здесь. Иди сюда. Давай сначала я на тебе потренируюсь. Мы будем праздновать. Ой, господи, эта стена. Сделать персонажа старше. Угу. Пока проходит взросление. Ой, сори, 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 мои хорошие. И где он? Можем иногда только с пупсами болтать. Понятно, она пошла выпить. А, вот он пришел. А вы не хотите пупса поздравить? У него, между прочим, день рождения. Как это было все-таки жестоко с нашей стороны? Позрослеть сначала Стефу, чтобы никто, соответственно, к нему на день рождения не пришел. Да ладно. В конце концов, у него тоже, между прочим, подпирает. Очень даже как подпирает. Ю-ху! У-у-у! Отлично. Отлично, мой прекрасный. Теперь. Подожди, подожди, подожди. А, правильно, правильно, правильно. Пока никто еще кусочек... Блин. Пока еще никто кусочек не взял... А, понятно, она захотела есть. Пока никто кусочек не взял, давай добавим свечки на торт. У нас многопользовательский торт, между прочим. Это очень удобно, кстати говоря, да. По-моему, в третьем Симсе не было такой замечательной возможности нам повзрослеть вместе. Так, сделать персонажа старше? Нет, мы загадываем с вами желание. Ну, прекрасно, ты загадал желание? Все, теперь ты от меня не отвердишься, понял? Thanks. Ну, народ, вы не хотите меня поздравить? Ну, хоть кто-то, боже ж ты мой, наконец-то все спустились. Ура, ура, мой прекрасный, ура. Празднуем, 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 празднуем. Ой, сейчас стенки поставлю. Ставлю, отлично. Мои дорогие, все. Шикарно, мы округлились. Это будет весьма кстати. Как говорится, наверное, Стеф этого долго ждал. Так, ну что ж, выберем с вами черту. Какую, вы считаете, она будет черту? Как она выберет, да? Я все-таки считаю, может быть, ей отлично подойдет, допустим, черта творец. Но можно попробовать рандомно, что у меня выйдет. Так, я закрываю глаза. Раз, два, три. Задира. Задира, это жестоко. Так. Нет, творческий. Смотрите, со второго раза выпало творчество. Ну-ка, а с третьего, допустим? А с третьего снова задира. Нет, я все-таки думаю, конечно, ей в принципе, в принципе, почему бы и нет. Я думаю, действительно, ей подходит творчество. В принципе, я думаю, это будет ей отличным завершением того, что, как бы, она действительно творческий человек. Неуклюжая, активная, не знаю, насколько это нужно. Добрая, гений. По-моему, это сейчас не для нее уж точно. Но, в конце концов, мел... Кстати, правда, надо узнать, какая у него третья черта. Я же его повзрослела и не знаю, что у него. Так, посмотрим. Заценим сейчас. Блин, это стена. Будь она не лад. Смотрите, у нее появилось желание узнать Стефа получше. Стеф, иди сюда. Она хочет тебя лучше узнать. Иди сюда, она тебя узнает получше. Иди сюда, подсюду. Так, кстати, это так остался подросткам, да, пока? В принципе, если так подумать, то действительно у Стефа должно было быть привереда. Жесть. То есть, получается, она создавод и любитель природы. Но он при этом привереда. Шикарно, шикарно. Прямо как получается предложить массаж и делиться новыми идеями. Ну что ж, давай с тобой покушаем. Вот. О май гад. О май гад, это что? Женщина, ты, ты вообще офигеть. Офигеть. Что-то у меня такого еще не было. Вообще-то у меня все было нормально. Прямо даже интересно вообще, что произошло. Ужас какой. Так, давай с тобой взять кусочек вместе. Вот. А потом, кто возьмет, тот и возьмет. Мой прекрасный, я тебе сегодня не отстану. Плям-плям-плям. Пусть несколько персонажей слушают музыку одновременно. Слушайте, они что, это выполнить до сих пор не могут? Им приглашение нужно, что ли? Это же клуб, фактически. Ух ты. Ух ты. Главное зацените, а? Вы зацените, куда мамашка-то с отчимом пришли, а? Вы специально решили у Деницы тут, понимаете ли? Судя по всему, да. Судя по всему, да. Она знала, где ей нужно у Деницы. Здесь, кстати, очень красивый такой магазинчик получается, фактически. Магазинчик, видите, таких книг прямо. Ой, книг, господи. Картин, да. Картин. Очень красивое действительно место. И наверху действительно можно походить и порисовать. Ну, как говорится, да, мам. Она знала. Ух ты. Ух ты. Ну, давайте поговорим. Похвалим наряд. Приготовить блюдо на несколько персон. Подождите, вообще-то я сделала за... Ой, 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 ой. Подождите, а что сейчас было? Что сейчас было? Коул хотел сесть вот сюда, вот на его место сел Стэп, да? Такой, обойдешься, как говорится, это мое место. Ну, к тому же здесь, соответственно, его сестра села. Очень даже действительно такой семейный уголочек у нас получился с вами. Семейное такое прям местечко. Кружочек такой, можно так сказать. Мужик, а у тебя какие-то вот эти вот странные... Подождите, а он повзрослел? Или это мне так кажется? Или это просто допы у него на втором вот этом... Ох! Ну тебя знаешь куда? Ну тебя знаешь куда? Так, мы, короче, ответим спасибо. Попробуйте успокоить его. Вот. А, понятно, он сердит. Вот оно что. Он просто сердит. Подождите, он же до сих пор подросток, да? Он почему-то мне не показывает. Не знаю, почему он не хочет, не хочет показывать мне шутка для своих. Спросите карьере. Искренний комплимент, мужик. Я надеюсь, что все то, что у тебя сейчас в жизни произошло, это все скоро разрешится. Да, я очень на это надеюсь. Ребекка уверенная. Ясно. Замечательно. Мужик, ты знаешь что? Мне как-то досуг повысить надо. А ты куда-то наверх собрался. Дай-ка я с тобой досуг повышу. Поделиться секретом. Поблагодарить за посещение. Пойдем-ка с ним. А, подождите, он сейчас к нам спустится, да? Я просто думала, что мы пойдем туда, наверх. Ну, как говорится, почему бы и нет? Приготовить блюдо на несколько персон. Да что же вы сделать-то это не можете? Я понимаю, тебе тут не зря... Подождите, а кого я там приглашала, между прочим? Простой бармен. Ну, бармен-то бармен урозень. Подождите, а где музыку послушать можно? А, вот тут. Пошли. Слушать, танцевать. Пошли время проводить, мужик. Давайте папа тряс устраивать. Папа тряс, у нас день рождения. Так, кстати, пригласим отчима. Пригласим... Она теперь с ним флиртовать может. Офигеть. Боже мой. Ну, что ж ты как... Что ж ты как, я не знаю, а? Анекдот про... Все, теперь мы готовы с вами столько всяких непотребств совершать. Обалдеть, обалдеть. Гладить по щечке будем. Вы отлично встали. Между прочим, между прочим, гладить по щечке. А тут ребенок, между прочим, стоит. Зато, смотрите, он, судя по всему, не против. Он такой, да, круто, круто. Между прочим, это правда мужское... Ну, в смысле, не мужское, а взрослый заведенец как-то. Тут подросткам и детям вообще не место. Да, между прочим, рядом отель для влюбленных. Отлично. Нам сделали комплимент. Нам сделали комплимент. Вот как они так танцуют, а? Вы тесто жмете, правда? Забавно, забавно, они, правда, танцуют. Это, правда, такой танец. Я не могу. Такое ощущение, что он, наверное, просто так пытается как-то... Как-то все ближе-ближе как бы подойти, обнять или еще что-то. Но делает вид, что это просто танец такой. Очень интересно, мужик. Прямо так... Ладно, ладно, ладно. Нет, нет. Давайте, конечно же, с вами послушаем музыку. Гладить по щечке. Давайте я поглажу. Поглажу, конечно же, это самое... Это самое главное. А, понятно. У нас не получается теперь погладить. Слушать электронную музыку. Ну, давайте послушаем. Господи, давайте выполним хоть вот это. Мы хоть бонус какой-то получим за все это время. Так, она хочет что сделать? Посадить что-нибудь. Ну, я не знаю, насколько это можно, нужно и так далее. Извиниться перед ней. В принципе, не... Хотя могло бы быть. Ладно. Смотреть на звезды? Офигеть. Я что-то не поняла. Пусть несколько человек слушают музыку одновременно. А мы чем с вами занимаемся? Учиться слушать. Где там есть послушать исполнителя? Смотреть. Смотреть. Угу. Слушать электронную музыку, ребят. Вы что? У меня что, этот баг, который был тогда еще в психушке? Который, я помню, мы выполнить не могли с вами. Накричать теперь. Теперь она хочет накричать. А, кстати, а где этот персонаж? Я вот что-то тут не вижу, между прочим. Купить джакузи. Кстати говоря, у нас денег нет. И даже лягушки этому не помогут. Потому что джакузи, по-моему, стоит где-то тысячи полторы, если я правильно помню. Так, отлично. 200. Угу. Супер-супер-супер. Ух, какие прям дамы тут такие ходят. Офигеть. Каунчик мой ненаглядный. Выдать глубокую тайну. Выдать глубокую. Жизни радостно. Давайте я с вами тоже представлюсь. И мы, наверное, хотя бы попробуем с вами, наверное, вот таким образом взять и послушать музыку. Все вместе. Все вместе. Хорись оно ямбом. Ямби сяну хореем. Стой, зараза. Предложить остаться на ночь. Все. Сделать пакость. Вот что она хочет. Вот что она желает больше всего. Анекдот про уток. Ночевка. Не уходи. А, вот-вот. Там было предложить переехать. Все, мужик. Все, мужик. Ты мой. Ля-ля-ля. И такая грустная мелодия на заднем плане. Как раз именно такая пианино. Ой. Шикарно. Ну, я изменюсь ради тебя. Отлично. Съезжаемся. Вот. У них бюджет 3200. Ну, как говорится, я их не буду всех забирать. Вот. Я, конечно, возьму только его. И уже мы будем жить, как говорится, самостоятельно. Так, отлично. Отлично. Какие у тебя мысли, моя прекрасность? Признавайся. Победить в карточной игре. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты. Слушайте, а у него хорошо получается, я смотрю. Прям так очень даже зачетно получается. Давайте посмотрим с вами действительно выступление. И, кстати говоря, было бы неплохо с вами поесть, да? Потому что, судя по всему, у нас еды очень мало осталось. Так, я думаю, это я продам. Отлично. И лягушек. А, понятно. Совсем было недавно, да? И можно, соответственно, выпить. Ладно, давайте продадим. Давайте продадим. Иначе мы просто захотим в туалет. Кстати говоря, вот тут хотелось очень интересный такой момент, конечно же, отметить. Что, наверное, вы скажете, Ань, блин, ну тут как-то интриги нету, да? Ведь она могла бы, допустим, быть с Каулом, а потом перейти к Стефу. Или, наоборот, сначала быть с Стефом, а потом она может быть с Каулом, то есть вернется к нему. Ну, я так скажу, ребят, как бы я не стала почему развивать такую какую-то интригу и вообще какую-то Санта-Барбару. По одной простой причине. Мне стало ее жалко. Потому что человек действительно находится в такой вот ситуации. И очень сложной ситуацией получилось, да? И то, что как бы создавать и усложнять еще таким образом жизнь, по-моему, это вообще как-то жестоко и бесчеловечно. Вот. Конечно, я понимаю, может быть, это типично, наверное, как-то было бы для а-ля какой-то, я не знаю, аргентинско-бразильского сериала. Вот. Но немножко как-то я пожалела все-таки ее. Я думаю, в этом отношении вы будете со мной солидарны. А ты мужик где? А, понятно, он удрал. Он удрал домой. Вот поэтому за то, что ты удрал, ты будешь заниматься уборкой. Вот именно за этим я его себе взяла. Они жестокые. Так, мы будем жизнерадостно представляться. Да. Угу. Слушайте, смотрите, наконец-то у нас в какой-то веке как повысился досуг. Ну, очень круто. Очень круто. Много новых знакомств. Это не может не радовать. Ух, правда, и много новых разных людей. Это замечательно. Замечательно, замечательно. Навык общения. Ух ты, уже шестой. И вообще шикарно. Шикарно, шикарно. Грустную историю, например. Наверху у нас кто-то есть. Ух ты, какой-то мальчик. Максим, молодой персонаж. Кто бы подумал. Он, оказывается, и не мальчик. Так, а здесь кто у нас? Здесь. Кто у нас находится? Угу, угу. Понятно. Ой, подождите, это что? Это бармен. Ой, простой бармен. Вы только посмотрите, боже мой. Хоть кто-то догадался все это прибрать. Но очень даже, честно признаюсь, очень даже мило, что персонажи здесь действительно прибираются. Потому что мне казалось, что они такие. Мы, типа, за это вообще не отвечаем. Вот. Типа стоим только на одном своем месте. Там, где, соответственно, вот это место для бармена. И все. Кстати говоря, у меня есть такая небольшая идея. Может быть, все-таки нам позвать с вами сюда Стефа, например. Потому что все-таки действительно подобное заведение очень мажорненькое. Так, а ну-ка иди сюда. Отправить сюда. Давайте мы тут с вами небольшой, очень хороший романтический вечер проведем. Хотя, в принципе, как говорится, он уже не может быть настолько романтическим, каким был до этого на самом деле. Ну, как бы то ни было, мы уже взрослые. Ну, давай. Ты сейчас делаешь то, что должен был сделать без меня, между прочим. Ну, ты ж поэт. Ты ж музыкант. Отлично. Отлично, какие у нас мысли. Быть дружелюбным. Предложить остаться на ночь. Обсудить любимую группу. Допустим. Такс, отлично. Поднять настроение, например. И можно сейчас попробовать, как... 50 ночевых. Ну, в принципе, это замечательно. Точно, что я туплю-то, а? Что я туплю? Мы можем сейчас справить свиданец. И получим за это оденышку. Итак, свидание нас ждет, как говорится, теперь. Так, 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 где это? Пригласить на свидание? Ух ты, а это что такое? А, флиртовать. Ух, подшутить, поделиться секретом. Ну, давай, давай с тобой присядем вот сюда вот. Наконец-то теперь я им управляю. Теперь ты должен за это свидание вообще выложиться. Спросите карьере, например. Вот, потому что сегодня, если с этой минутой, с этой секундой, мы будем с тобой пахать оки-лошади. Вот, ну, как говорится, что же ты с этим поделаешь. Многое нам предстоит... Предстоит... Ребят, простите, у меня поза. С тобой, зараза. С тобой... Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, как сон ты сделал. Это свершилось. Все, мои прекрасные, мы садимся с вами, садимся. Вот, как я могла забыть вообще про это? Как я могла про это забыть? Блин. А, у нее бодрость падает. Сори, сори, сори. Сори. Ну, куда ты пошла? Ну, е-мое. Да, вот, Рэй, такое действительно хочется отключить. Собо удоволен. Как бы то ни было, в любых челленджах, да, как бы это не... Нельзя, короче. Нельзя такое делать, флиртовать. Мы можем. Господи, да. Давайте. Нам нужно выслужиться. Поцеловать. Вот, блин, заны колеса. Развратнички маленькие. Ну, вообще-то, честно говоря, они уже, да, большие, конечно. Ничего не скажешь. Ух. Ух. Сделать массаж. Куда ты пошла? Ой, я не могу с них, а. Массаж. Массаж. Массаж, массаж. За счет... Подождите, а как... Каким... А, понятно, тут же кровать стоит. Как же я могла забыть. Конечно же, сказал, тут у нас отель есть. Сделать, предложить массаж. Да, предложить. Предложить. Хочешь, я тебе еще пощупаю? Мм? 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 Ты мастер? Ммм? Мастер, мастер, мастер. Так, что дальше? Что дальше? Игривый в одном и то же время? Ну, нафиг, как говорится, на эту игривость. Да, мои хорошие? Давайте, конечно же, сделаем с вами душевный разговор. И, по-моему, мы заслужили просто хотя бы просто взять и поцеловать, что ли. Мы прекрасные. Ну, давай это сделаем. Будь романтиком. Наконец-то. Это свершилось, да. Обнимашки, обнимашки. Эротические обнимашки. Хотя жалко то, что рука уже так не падает. Как говорится, наверное, они просто знают, что их за это отчитают. Ну, как бы то ни было. Ну, что ж, мои прекрасные. Мы справились с вами свидание на золото. Круто, круто, круто. А сейчас, конечно же, я думаю, стоит вот. Самое главное. Сходить в туалет. Вот. Ну, и, как говорится, восполнить все наши показатели. Вот. Ну, а потом, как говорится, действительно нас ждет, можно так сказать, переуплощение. Видео, конечно же, которое отдельно сделаю. Видео переуплощения нашей Аманночки прекрасной. Итак, домой, как говорится. Домой. Ну, вот, мои хорошие, мы с вами и дома. И, о май гад. О май гад. Это что сейчас было? Это что сейчас было, мои прекрасные? Ну-ка, признавайся. Это были просто обнимашки или что? Ты прекрасен, конечно. Ты очень прекрасен. Я тебя обожаю. Кстати говоря, я не проверила его багаж. У тебя есть гитара. Да. Учиться и петь песни. Кстати говоря, как у тебя с этим вообще? С этим. Навык пакости, логика, фитнес, видеоигры. Понятно. То есть, я тебе засунула эту гитару еще давно и давно, а ты ей так и не воспользовался. Что ж ты с этим поделаешь? Да. Совсем немощный. Ладно, мои хорошие. Конечно же, сейчас надо бежать быстро-быстро что-нибудь, наверное, перекусить. У нас что, вообще нету есть? Слава богу, слава богу. У нас хоть и есть что-то перекусить по-быстрому. И ложимся спать. Ой, я бы в уху, конечно, бы сделала. Ну, как говорится, ладно, что ж ты с этим поделаешь? Да. Давай с тобой посмотрим, конечно же, на звезды. Как я могла забыть-то про это? Угу. Посмотрим на звезды и... Ну, не знаю, не знаю. Я не думаю, что есть смысл, конечно, заниматься ему, например, помогать ей в садоводстве. Ну, почему бы и нет? Давай так сделаем. Наверное, стоило, наверное, учиться. Давай хотя бы проведем музыкальную сессию. Подождите, а вот за это деньги получаем или... Ничего, ничего, прекрасно. И, как говорится, медленно, но верно мы идем правильной дорожкой. Итак, что я хотела, что я хотела, что я хотела? А, да-да-да-да, да, конечно, это устроиться. Начать карьеру. Начать карьеру. Самое главное. Упражняться музыке 6 часов, слушать музыку в течение двух. Мужики, не хотите подбросить? Пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, видите, тут семья. Ну, семья молодая пытается выжить. Ух ты, это что за мужик? Это какой-то... Какой-то странный мужик. Мужик, а там знаешь, что там тупик вообще-то. Офигеть. Интересно. Очень интересно. Так, моя прекрасная, ты сейчас где? А, конечно же, нам нужно вынести мусор. Ну, как говорится, это уже не нам сейчас выносить. Сейчас самая главная задача тоже ей устроиться на работу. Давай, я просто жду, не дождусь, когда это произойдет. Итак, отлично. Я тебя, конечно же, устраиваю. Карьеру художника. Боже мой, по-моему, ты первый художник за все это время. Можно сказать, официальный художник. Так, конечно же, ложимся с вами спать. Нарисовать картины, ежедневное задание. Ну, как говорится, мы сейчас заслужили, да, просто спать. Так, ну, конечно же, тебе. Это, само собой, карьера исполнителя. Мой прекрасный. Да, что ж ты с этим поделаешь? И да, кстати, чувствую, переодевать не ее одну придется. Конечно же, судя по всему, его тоже. Так, пошли поедим. Пошли есть. Пошли есть. Отлично. Салатик. Наша прекрасная приготовила нам салатик. И да, кстати, да, кстати. Сейчас надо еще посмотреть, как там лягушки-то поживают. Лягушки готовы размножаться. Отлично. Потому что еще хочу накопить где-то тысячи полторы и сделать нам с вами сносный, можно сказать, домик уже. Такой полноценный, вот. Ну, и как раз нам предстоит, так это то, что как-то оформить участочек, сделать тут какую-то, навести красоту. Ну, как говорится, стоит накопить полторы-две тысячи. Вот. Это сейчас моя самая, можно сказать, главная задача. Ну, что ж, мои прекрасные, а на этом я сейчас с вами заканчиваю свое благосестное место на Чарли. И знаешь что? Наверное, я хочу, вот как-то вот, мне чувствуется такая недосказанность немножко, да, в том, что что-то вот как-то вот не то, да. То есть я как-то не так заканчиваю. Поэтому я все-таки хочу прийти к какому-то единому знаменателю и закончить соответствующее. Я хочу в уху, понимаешь? Я хочу, наконец-то, чтобы он проявил инициативу. Давай, ну давай. Ну, наконец-то уже в уху. А то мы дурачились до этого все время, блин. А теперь, наконец-то, ну полноценно, давай. Ну. Еее. Ну, так доволен. Наконец-то, он говорит, наконец-то все по-нормальному будет. Соответствующее. По-моему, тогда они так как-то не разговаривали. Ух. Ну, ребят. По-моему, в этот раз они дольше или... Ух ты. А, так это еще не все. А, понятно. Просто в этот раз не взорвалось, потому что она устала. В смысле, в каком смысле взорвалось? Ну, ладно, мои хорошие, давайте на этом с вами закончим. Своего, как сейчас, нового миссия на Чарли. И, конечно же, челлендж юный беглец. Я вас очень люблю. И мы с тобой вместе. И да. Ладно, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...